Игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска. Это отметил сегодня Александр Лукашенко, принимая участие в открытии детско-юношеского стадиона «Динамо Юни». У клуба «Динамо Минск» до этого дня не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. А сегодня три поля с искусственным покрытием и наружным освещением. Стадион может принять более пяти тысяч болельщиков. Получается, что есть качественная инфраструктура, четко выстроена система обучения юных талантов, а к результатам только стремимся. Тоже «Минская Динамо» последний раз была чемпионом в 2004 году. Слабо выступает и национальная команда. Какая средняя зарплата футболиста основного состава «Динамо»? Сейчас на данный момент средняя зарплата по 4 тысячи долларов. По старым контрактам. По старым контрактам пока не завершается контракт. Принято постановление. По-новому будут до 8 тысяч рублей. До 8 тысяч рублей отступили максимальное зарплата. Ну, это вы мне отдельно доложите. Не дай бог, вы там не решили эту проблему. После вчерашних игр, особенно молодежка, как играла вы, чтобы даже я вас и не видел. Я не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне этих бедных исландцев. Вчера и основная сборная и юношеская уступили свои матчи в квалификациях на чемпионат мира и Европы. Проиграли Негран, дома крепкой Чехии и дружине из Исландии. По игре не показали ничего. Такое больше недопустимо. И здесь президент видит связь с игрой «Динамо-Минск». Команда должна встряхнуть белорусский футбол. От этого выиграют все. От молодых спортсменов до зрителей и спонсоров. Тем более с такой базой для подготовки. Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет, доллар, ну может быть розовый, евро и так далее, вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе своей жизни, вы получите материальное вознаграждение для того, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю. Государство это обеспечит вам. Все остальное дальше за вами. Будете играть, будете и зарплату получать, и все остальное. Не будете играть, вы будете просто неконкурентоспособны. Извините за эту откровенность. Потому что смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. И тем не менее, открытие «Динамо Юни» – событие важное и торжественное. Как здесь без обмена подарками? Ключ вручается генеральному директору закрытого акционерного общества футбольный клуб «Динамо Минск» Андрею Валерьевичу Толмачу. Подарили Александру Лукашенко и футболку «Динамо Минск» с первым номером. Во время общения президент пошутит, мол, играйте хорошо, а то будете иметь дело со мной. Пообщался президент и с ветеранами клуба. Впрочем, белорусский лидер сегодня пригласил и руководителей нескольких ключевых спортивных федераций. Вопросов в спорте накопилось предостаточно и не только о футболе. Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие всех видов спорта. Все мы, спортсмены, сидим сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо, никуда не надо ходить, никого не надо просить, государство все обеспечит. А вот побегали бы к частным структурам, попросили бы деньги, они бы потом через месяц сказали, ну, деньги дали, а где результат? Спросили бы. А у нас все это государство. Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да, и в хоккее, и в других видах то же самое. Посмотрите на итоги Олимпиады. Легкая атлетика провалена полностью. Плавание, по-моему, лучший результат. Это восьмое место там. Чуть в финал пролезли. Чего туда поехали? Что там делали? Около 70% от всех денежных средств заработная плата. А на развитие, а на содержание. Опять государство, государство там лежит. Я хотел бы услышать объяснение по этому поводу. Почему у вас 70% всех денежных поступлений на клубы шло на зарплату? Сегодня в Беларуси футбол играет примерно 23 тысячи человек. При этом в комплексе «Динамо Юни» работает своя академия футбола. В ней занимаются дети от 5 до 18 лет. Среди тренерско-преподавательского состава 21 специалист с лицензией УЕФА. Продолжение следует...